друзья мои вы не представляете куда мы с вами сегодня идем если вы видите вот такая вот надпись massimo duty мы здесь не были наверное полгода что ли написано сейл сейл вот видите massimo duty дело в том что все massimo duty магазины возле меня закрылись мне сюда ехать надо час и поэтому я сюда очень-очень редко хожу ой я как-то плохо держу телефон и не вижу здесь сейчас распродажа бушует народу что вам сказать не пропихнуться сегодня выходной просто будет день у меня нет возможности сюда приехать выходные еще могу потому что далеко ехать и вот так я даже не знаю слушаться есть я смогу вообще что-то здесь посмотрите померить и вообще поснимать потому что народу столько что просто просто уму непостижимо если только я смогу зайти что-то взять примерочные снимать вот так вот издали рассматривая вещи абсолютно нет никакой возможности народу очень много я хотела снять новую коллекцию хотелось на эти примерки это только сюда не помню мне кажется что-то будет затруднительно сделать потому что во первых магазине такой такой жуткий беспорядок беспорядок и столько людей что вот так вот отойти чтобы снять найти чтобы что-то снять практически невозможно наверное я кое-что еще себе найду мы пойдем примерочно потому что просто невозможно просто ничего невозможно снять ножички золотые 169 так будем искать искать что нам взять с собой очень красивого зеленого цвета за 90 долларов не очень дорого я здесь так давно не была поэтому я не знаю что здесь было в сезон но цвета очень симпатичные брюки платье в общем давайте будем выбирать жакеты как всегда давайте будем выбирать что мы возьмем с собой ну что ж друзья мои мы с вами с примерочные магазины массива дути я вообще ничего не вижу здесь темно меня видно хотя мы с вами примерочные магазины массива дути народу здесь полно вещей мало все раскоплено практически и какой-то совсем небольшой выбор здесь вообще очень маленький магазин я страшно скучаю по магазину массива дути в котором я когда-то вам снимала он был близко от моего дома он был большой удобный в нем были большие удобные примерочные здесь как вы видите теснота не пробиться народу очень много вещей очень мало и в общем короче сплошное сплошное разочарование но и раз в полгода где-то я сюда приезжаю особенно сейчас распродажа и нам конечно же интересно посмотреть что есть на распродаже давайте будем примерять я кое-что принесла в основном платье конечно потому что не хотелось мне как-то свитера очень много свитеров таких теплых юбок каких-то зимних в общем как-то у них ну да они зимний сезон распродают вот я сегодня в платье вот в таком вот шлепанцах моих любимых это кстати мои одни самых любимых очень удобные кожаные шлепки платье кстати я одела задом наперед я одела его вот эта спинка а сзади у меня вперед потому что здесь огромный вырез вот такой вот и мне под него надо надевать какой-то ток а это кстати лайфхак не мой я не я придумала но я дарю если у вас очень большой вырез и вот такой платье вот такой порошок без выточек без ничего единственное что здесь вот шоу ну там по-моему тоже нет там нету шоу спереди ну короче в общем здесь вот шоу единственное что так в принципе мне так неохота было заморачиваться каким-то топом сейчас покажу сзади как это выглядит ну вот такая у меня спинка такая завлекательная но в принципе нормально а представляете если бы это было спереди если весь этот вырез был спереди он у меня вот реально до сих пор все давайте будем примерки делать а я не показала но украшение у меня такие вот бусы кожаные с металлом серьги и кольцо моё вы знаете ничего особенно сегодня очень торопилась ничего такого особенно на себя не надевала вот если мы с вами говорим про вырез первое платье я бы даже назвала это не совсем платье я бы назвала это такой балахон на пляж по моему в нем хорошо ходить на пляж она кстати здесь порвалась я взяла какую-то неудачную вещь девочки в общем она должна быть вот так вот здесь вот должно быть это пришита также как с этой стороны мне кажется что вот здесь вот она порвалась видите я особо не могла разглядывать там в зале в общем так начинается с блинокомом с первого блинокомом да вот так это должно Вот видите, как здесь вот собрано Такие складки, такие же должны были быть и здесь Ну и вырез такой Прямо, ого! Мне кажется, честно говоря, что это такая пляжная вещь Это размер medium, мне нравится он Мне кажется, это лен, я посмотрю, но стоит мне дешево У меня такой градиент По всей длине Внизу он такой коричневый Песочно-бежевый, и сверху очень красиво Зеленого и зимбурного цвета Я буду снимать так, хотя бы я прикрою свой вырез невероятно Значит В идеальном варианте Это должно быть выглядеть вот так вот с двух сторон Длинный рукав Но это типичная, конечно, вещь на пляж Потому что он еще очень прозрачный Просто здесь примерно этого не видно Сейчас я вам посмотрю, сколько он стоит Если вы собираетесь в отпуск, то это прекрасная вещь для отпуска Мне очень он нравится По расцветке, по вообще По тому, как это выглядит По фасону, вот такой вот он широкий Это, по-моему, medium у меня Красивая вещь, но немножко уже Она здесь Ну, за время весения в магазине и примерок Она уже потерпела некоторые Так сказать, находятся в аварийном состоянии Я бы так сказала Так, состав у него 100% рами Вот это рами Ну, в общем, крапива, вы знаете Стоит он Стоил 200 долларов Сейчас стоит 100 Ну, то есть, скидка хорошая 50% Она вот видите, вот здесь в комфорте А это размер был medium Он довольно большой Просторный Там был еще смол Надо бы мне взять смол Хотя бы был целый И он не маленький Он довольно такой просторный Ну, тоже надо для пляжа Короче Очень красивое платье Совершенно другого стиля Это платье деловое Ну, вот на работу в офис Кто сейчас ходит на работу в офис Я не знаю Но есть люди, что ходят У нас, кстати У меня обычно все знакомые ходят Мы только ходим Два раза в неделю И дай бог Чтобы так и было дальше Мне очень это устраивается Понимаете? Просто очень красивое платье Красиво так сшито Покроено У него очень интересный кроль Я вам сейчас покажу вблизи А потом я сняю себя Издали сзади Оно сделано на кубрике Все От вверх до низу И при этом Застежка вот здесь вот Упирается В принципе, можно застегнуть И будет вот такое вот горло То есть полностью Полностью закрыться Здесь тоже есть пуговицы Но это прям совсем по-монашески Вот здесь вот есть пуговица Мне это не очень нравится Я сейчас попытаюсь это сделать Чуть-чуть маловато Но прям чуть-чуть Совсем к самой малой И вот здесь вот видите Есть пуговицы И будет оно вот такое Вот у вас прямо монашеское платье Мне это не очень нравится Его можно расстегнуть И выходит вот такой вот Отлажной воротник И вот здесь вот тоже Будет отлажной воротник Мне кажется так Поживее немножко И вот отсюда вниз идут пуговицы Полностью до низа И пояс сделан интересно Он не завязывается на завязках А он здесь тоже застегивается На одну пуговицу и на другую Получается так аккуратно Очень симпатичное платье Красивая расцветка такая необычная Разрез получается здесь Сбоку застежка Длинный рукав, манжет Очень мило, очень симпатично Кажется я в полный рост Просто потому что Примерно маленькая Отойти мне некуда Но вот так вот она выглядит Такая арт-деко Такая расцветочка Мне кажется Я сейчас вам покажу Я видела их несколько Я сейчас посмотрю сколько она стоит Я посмотрю на размер Я видела на одном из тех платьев Которое было маленького размера На нем совсем была стояла Маленькая цена Я не знаю Насколько это правда Вот эта цена Его настоящая Или то что я видела Сейчас сниму и покажу Мне кстати просили показывать Как вещь выглядит сзади Я не умею себя снимать сзади Мне очень это неудобно И трудно делать Ну вот так Обычное просто платье Прямое способ Так Состав его 100% вискоза Ткань очень приятная Очень симпатичная Такая шелковистая Но довольно плотная Такая не тонкая Это значит размер 40 Или американский 8 Оно мне немножко маловато Чуть-чуть Нормально на вид По ощущениям Так Стоило оно 219 Потом 149 Но Я видела Другое платье Меньшего размера На нем было написано Цена 69 Я не знаю Где ошибка Здесь Или В том платье Может быть Неправильно наклеили этикетку Но вот Может быть В онлайн Можно посмотреть Вот такое вот платье Здесь так Холодно Примерочное Я вспомнила Что в этом Масима Дути Здесь примерочный Просто холодильник Такое ощущение Что они хотят Чтобы люди Скорее ушли Я Держусь пока Так Еще одно платье Честно В жизни Оно выглядит лучше На видео Такой знаете Вид такой Сиротки Замотанный В платок Такой Чесарный Мы не местные Под этих ресторан Вот что-то такое Хотя В принципе Оно красиво Выглядит И идея Интересное Ну какое-то Исполнение Может быть За счет того Что ткань Такая мрачного Цвета Такой Зеленый Хотя Мне нравится Темно-зеленый С другим Оттенком Зеленого В принципе Необычное Необычное Такое сочетание Болотной Такой расцветки Но вы знаете Как-то Вот это вот Хотя В принципе В жизни Это выглядит красиво Я вам сейчас Покажу Как это все Я сначала Не очень поняла Как это работает Может я его Неправильно завязала В общем Дути любит Такие секреты Такие знаете Загадочные платья У меня уже было Здесь пару раз Что я пыталась Что-то примерить Просто не поняла Как оно Как оно в принципе Должно выглядеть И что тут С чем связывается Значит Ну вот Как вы видите Вот так вот Она выглядит И в принципе Это Вот такая вот Система Два таких Квоста Которые Идут От плеча И вот здесь Вот такие шлевки Я так понимаю Что это все Должно Походить Вот так Вот в эти шлевки И можно Конечно Его завязать Сзади банту Можно Сделать оборот И завязать Спереди В общем Вот такого вот Фасона Странного платья Можно вообще Не завязать Можно так оставить И ходить И наступать на него Конечно Очень глупо Так Как бы Знаете Когда оно не завязано Оно выглядит Более как-то Ну Оригинально Что ли Я не знаю Может быть Я неправильно Его надела Девочки Скажите Мне кажется Что правильно Ну Вот такое Странненькое Конечно Платье Но Интересное Так Значит Платье 100% Вискоза Это тоже 48-й Американский Стоит Оно Дофига Оно Стоило 280 долларов Потом 169 Вот сейчас 129 Может быть Даже сейчас Уже дешевле Я даже не знаю Но За что Как бы Я не очень Понимаю Почему оно 280 стоило Оригинально Слово Вискоза Окей Да Видите Оно даже В этом свете Немножко коричневое Как будто Коричневое С черным На самом деле Это такой Защитный Зеленый С более Ярким Зеленым Да Оно Оригинальное Необычное Но сказать Что прямо Такое Прямо Я бы сказала Что это Некоторый Такой Спорный Дизайн Который Вызывает У меня Например Какие-то Ассоциации Неправильные Ох Еще одно Платье В которое Я с трудом Всунула Свою тушку Как вы видите Да У меня вообще Все цвета Сегодня Смотрите Цвет Настроение Болотная Жаба Не знаю Что так получилось Нет У меня есть Одно Синенькое Следующее Будет Синенькое Платьице И значит И вот такой Беленький Жакетик Пример Лизнообразие Чтобы не были Одни платья Короче Оно мне Очень мало Я посмотрю Какой-то размер Но если честно Я так давно Не была В Массима Дуте Я с тех пор Наверное Поправилась По привычке Пяли на себя Тот размер К которому Я привыкла Или как говорится Маленькие Злые гномы Пришли ночью И шили всю одежду У них в магазине Поэтому Я доверню Что не влезаю Платье Ничего Такое Платье комбинация Только оно мне мало Вот такой вот длины Сбоку Есть разрезы Я в него с таким трудом Впихивалась Потому что В нем еще нет замка И вот оно Такое прямо Облегающее Может быть Вырез большой тоже Но здесь сверху До сих пор Так ничего Только очень большой вырез А ниже Уже надо прикрываться Так И вот я с удовольствием Прикрылась Вот такой вот Кофта-шуба Шуба-кофта Сделана из такого Белого мохра Очень мягкий Очень приятный Наверное Какой-то хороший состав Потому что Оно очень дорогое Стоило 499 Стоило 500 долларов Сейчас стоит 250 Слушайте Это наверное Кошемер Или что-то такое Пальтишко такое Оно в принципе Как Как такая Больше как Кофта такая Знаете Кардиганчик С большими Такими карманами Нагоня тоже Знаете Военная Немножко Ну вот С платьем Таким Если его расстегнуть На распашку Когда застегиваешь Получается Тоже Какая-то Сиротская Немножко А если расстегнуть То оно более Ну более такое Элегантное Тут у меня живот Вы смотрите Вот так Будем стоять В позе Наверное Какой-то Очень хороший Ростах Ну и на ощупь Оно ощущается Очень приятно Такое Симпатичное Симпатичное Пальтишки Слушайте Я реально Не поняла Почему оно Такое Дорогое Ацетат Мадал Вискоза 7% Шелка Ну Как бы Окей Да Я честно говоря Думала Что это Какой-то Кашемир И я хочу Вам сказать Что здесь Такие непонятные Этикетки В массе Во-первых Нету на английском Я не нашла Все на португальском Испанском Французском Каком угодно Вот Но Не знаю Вот такой вот Она Такая вот Знаете Немножко Такая мокрая собака Когда собаку купаешь Она выходит из ванной И вот такая вот Вся Как драная кошка Мокрая собака Блин Не знаю За что такие бабки За что 500 долларов Стоило Сейчас 250 Размер Эм Не понимаю Я этого Девочки Не понимаю Хотя На ощупь Но очень приятно Так Здесь 100% Вискоза Тоже размер 40 То есть 8 Но эти два платья Были ничего А в это я прям С трудом Влезла И стоило Оно 200 долларов А сейчас Оно стоит 68 Или 89 Нет Это 89 Вот так 89,90 А я уж обрадовалась 68 Ну по-любому Оно мне мало Ничего в нем Такого нету По любасу Я бы его не взяла Интересно только тем Что у него Видите Вот швы Такие наружные Сшитые Спереди Сзади Тоже Да Да Сзади Тоже Тут еще Посветка Мрачная Цена Дорогая Из козы Больше Больше чем Больше чем Был год назад Давно Может даже Почти год назад И То же самое сейчас И тогда я подумала Не поеду я сюда Так далеко ехать Чтобы ничего Ничего вообще Интересного не найти Для примерки Даже на распродаже Ну окей Я в своем старом магазине На распродаже На распродаже Очень симпатичные вещи А здесь Какой-то Тресс Значит Платье Размер Ларш Еле Вот здесь Оно с запахом И вот чуть-чуть Совсем Вот здесь Мало места У меня осталось Ну ладно Это я жирная Хорошо Я не нашла В нем Двух пуговиц Мне не хватило А ну знаете С запахом Здесь петля И здесь петля Но его ведь Надо куда-то Застегнуть Эту петлю На какой-то пуговице Вот Ни внутри Ни снаружи Нету никаких Ёлы-палы Пуговиц Девочки Что происходит Я помню Что в прошлый раз Когда я здесь была Я точно так же Стояла В каком-то Платье Или кофте Крутила Вертела Пыталась Сложить Как бы Два куска Этой материи Понять Как его застегивать И как его носить Ну правда Что зачем Такой ребус Устраивать Для покупателей Для тех Кто собирается Носить Неужели нельзя Как-то сделать Это попроще Я сейчас Вот сниму И вам реально Покажу Что вот Я не знаю Или я тупая В общем если Я чувствую Полнейший дурой Кто-то Не может найти Две пуговицы Чтобы найти Нормально Затягнуть Пуговице Из плюсов Из плюсов Сто процентных Хлопок И размер Ларш Хотя оно Какое-то Вот здесь Большое А внизу В юбке Очень маленькое Мне прям Еле я в него Рутить может Стоит 120 долларов Сколько стоила Не знаю Тоже нам Долларов 200 И да Хлопок И у него Значит Есть Карманы Я даже Не заметила Только сейчас Поняла Смотрите Вот такие Карманы Теперь Вот смотрите Вот здесь Есть петля Так Такая Внутренняя Которые Должны Застегиваться Вот здесь Правильно Здесь Должна быть Пуговица Нет Она была Но она Оторвана Ага Значит Зря я бочку Конченную Массива Дуте У них Просто Пуговица Оторвалась Но Вот здесь Должна Вторая Петля Которая Должна Застегиваться Где-то Внутри И Пуговицы Нигде Нет Может Тоже Оторвалась Я Измещаюсь Ну Может Да Ну Короче Даже Если Пришить Эти Пуговицы Пуговицы Кстати Можно Пришить Любые Потому Что Они Внутренние Все Вот здесь Это Застегивается Внутри Скрытая Застежка Которая Не видно Пуговицы Но Ничего Прям особенного За 120 Долларов Если Это Правильная Цена Вообще Ни о чем То есть Вообще Ни о чем Платили Все Девушки Вот такие У нас Сегодня Ужасные Примерки Я Взлохматилась Вся Растрепалась Не надо Краситься У меня Столько Седых Волос Ужас Я Красилась Три Недели Назад Вот У меня Уже Столько Седины Тихо вылезала Просто Позор Ходить Вот такие У нас Были сегодня Примерки Из магазина Майси Мадульти Опять Что-то Мне ничего Не зашло Я прям Безочарована Очень Мне ничего Не понравилось Может быть Я сейчас Попробую Поснимать Новую коллекцию Если у меня Получится Потому что Людей Очень много Просто Не пробиться Между людьми Я хотела Сначала Снять Потом Делать Примерки Но Не знаю Все Пошло Небогу Все Девочки Люблю Пока-пока